Здравствуйте! Мы вновь беседуем с Алексеем Архиповичем Леоновым, легендарным советским космонавтом, человеком, впервые вышедшим в открытое космическое пространство, участвовавшим в программе «Союзе Аполлон», интересным художником, писателем и просто замечательным человеком. Алексей Архипович, вы уже много лет являетесь президентом так называемого Скобелевского комитета. Речь идет, давайте скажем, кто не знает, речь идет о восстановлении памяти и постановке памятника в Москве легендарному нашему генералу Скобелеву, которого называли белым генералом, освободителем Болгарии, присоединителем, так сказать, Туркменистана и так далее к России. В чем там дело? Что происходит? В 92-м году была создана международная организация «Славяне». При этом в 92-м году был создан комитет Скобелеву, начиная заниматься серьезно этой проблемой славянной, кто там какую роль играл, оказалось, что в этой славянской куче ведущую роль формирования всего играли-то не кто-то там, не сербы, которые убивали, не хорваты еще, а опять-таки русские люди и такие известные, как Михаил Дмитриевич Скобелев. Это вы говорите про историю славянского комитета? Да, и комитет избрал меня председателем комитета. Слава Богу, в том времени я обладал определенными знаниями, несмотря на то, что все саботировалось в нашей стране. Почему это до сих пор трудно сказать ответ? Наверное, потому что Скобелев трактовал построение государства совершенно, но других принципов, чем наш великий Ленин. И оказалось, что Скобелев-то прав. Точно так же он говорил о Европейском Союзе уже потом, когда государство было построено по другим принципам, а он говорил о Европейском Союзе не как Союз Варшавского пакта, а по-другому. И опять его начали пинать. А он тоже был прав, когда он говорил, что никакой серб, никакой чех не войдет в состав Российской империи. Так просто. Это невозможно. То есть он предвидел через век ту ситуацию, которая есть сегодня между Евросоюзом и Таможенным Союзом. Но единая граница, единая армия, единая таможда, единая валюта у европейских, у славянских стран. Но культура, самобытность, история, она должна быть такая, как она есть. Мы вроде все сочинили в Варшавском пакте. Армию, валюту нет, не сочинили. Но мы хотели, чтобы они имели наше понимание жизни, в чем трагедия. Это не получилось. Но он об этом предупреждал. Что каждые народы должны жить по-своему, как они хотят. Вот как же сейчас Европейский Союз. Они сделали единую границу, единую таможню, деньги. Но каждая страна должна жить в соответствии со своими традициями, культурой, историей. То есть вы пошли в этот комитет, вас, я имею в виду, скобелевский. То есть вас заинтересовало, и сам человек заинтересовал. И как бы вот, какова мотивация-то была, я хочу понять. Восстановить честь и достоинство этого человека. Которого, в общем, не только забыли, но и оплевали. И это делают опять политики, которые сами-то, в общем, не понимают, что они делают. И знаете, что, вот память на венке, который был от генерального штаба, была надпись Суворову. Суворову достойный, по-моему, да? Суворову равный. Да, Суворову равный. Суворову равный. У меня здесь есть вот белый генерал, равный Суворову. И вот статья очень интересная в журнале «Русский дом». Здесь написано «Слишком русский генерал». В то время, значит, он очень хорошо знал расстановку европейских сил. И он был убежден, что самая большая опасность, которая грозит России, это опасность, исходящая из Германии. И он везде это разъяснял и открыто выступал. Что вот чего надо бояться. А «Русский дом», он был очень тесно связан родственными отношениями с Германией. Конечно, да, с Газбургами, да. Отсюда вызывало это все неудовольствие. И общественность определенная, она, в общем-то, высказывалась против, как даже называли это, Бонапарт наш российский. И поэтому всячески уничтожали память. Но памятник, который был сделан на собранное средством народа, он стоял на месте Юрия Долгорукова здесь. И эта площадь называлась площадью Скобелева. Лично по указанию Ленина, лично, почему он так вот вдруг сделал. Одним из первых был уничтожен. Да, что убрать его, и вот его стащили, набросили веревки, и по Тверской, по Мостовой тащили Скобелева. Слушайте, ну почему не восстановить? То есть, казалось бы, сегодня это дело уже идеологически не противоречит, наоборот, восстанавливают памятники. Почему же не восстановить? На сегодняшний день в нашей стране есть бюст Скобелева в городе Рязани, к 160-летию сделан. Это на родине, да? Да, на родине. И бюст на месте в его спасском имении. Там бюст. Больше ничего у нас нет. В прошлом году была большая конференция в Рязани и с посещением спасского имения. В 92-м году, в 95-м году я был в Спасском. Что я увидел? Я увидел так же, как храм Христа, Спасо-Преображенский. То есть, разоренное все. Все разрушено. Усадьбы нет. Так мы храним память о наших гигантах. Которые школу разрушили, госпиталя нет, церковь разрушена, захоронение Скобелева, отца и матери, и его побито все. А сейчас там кто-то руки приложил? Я сейчас сделаю следующее заявление. Был тогда там губернатор, были власти. Митинг большой. И я на митинге сказал, если бы сейчас встал Михаил Дмитриевич и увидел бы все, что здесь, он бы умер еще раз. Вам не стыдно? Вы, потомки. Что вы получили? Это было образцовое хозяйство. Как надо везти, как выращивать хлеб, как заниматься животноводством. Здесь была школа для детей, здесь был госпиталь для раненых. Все содержал великий человек. И что вы сделали? И там же были в 19-м году вскрытие захоронений, у матери зубы выдернули мерзанство. Ну, это да, это везде делали. Да, этот полез в Красный Галифе представителя власти, начал снимать сапоги со Скобелева, под каблук оторвался, а то бы снял и носил идиот этот. Да, и вот прошло 10 лет, 170-летие, блестящая конференция в Рязани, блестящая конференция. Приехали с разных городов, приехал посол Румынии, приехал посол Болгарии, который докладывает. В Болгарии 200 памятников Скобелеву. В Болгарии мы сделали, подарила Москва памятник Скобелеву размером около 4 метров конная статуя. Подарок Москвы. Ну да, в Москве сама поставить у себя не можно. Что он сказал интересного? Болгарские школьники могут не знать имя своего президента, но болгарские школьники знают имя генерала Скобелева. Белого генерала помню. Это наш герой национальный. Вот мы вам дарим бюст Скобелева. Они нам дарят бюст Скобелева. Я сидел и краснел, потому что у нас есть только одна памятная доска на месте, где родился Скобелев. В Москве нет ни одной. Вот мы договорились на этой конференции. Я поставил вопрос. Давайте мы сейчас делаем обращение президента. К президенту. И все участники конференции должны не дрогнув подписать о том, что в Москве должен быть восстановлен памятник нашему национальному герою. Я надеюсь, что все-таки, конечно, справедливость восторжествует и, ну уж, конечно, памятник в Москве, все-таки в столице, так сказать, родина наша, появится белому генералу. Алексей Архипович, я перейдем немножко к другой теме. Я знаю, что вы встречались с тремя патриархами. И с Алексием Первым, и с Алексием Вторым, и с нынешним Кириллом, святейшим патриархом. Какие из этих встреч, может быть, или какие-то эпизоды из них вам запомнились? Был ли такое что-то? Все они удивительно степенные, особые люди. А Алексей, я первый раз, мне было тогда еще и 30 лет, и когда я его увидел. Алексей какой? Первый Алексей. Семанский который? Да, в Кремлевском дворце. Ну, мы подошли, только ваше здоровье, там больше ничего. А с Алексием Вторым у меня было очень много таких встреч. И особенно по Кириллу и Мефодию, как руководителя Международной организации «Славяне». Он привлекал меня постоянно на собор, я присутствовал, я выступал. И у меня до сих пор еще сохранились его личные телефоны, мобильные. Алеша, Алексей, звони, пожалуйста, по любому вопросу. Он знал историю, я рассказывал, как я в космосе работал. Интересовался, да? Интересовало, очень. И он мягкий был и добрый человек, мягкий. А вот каждый раз после того, как шел шествие к памятнику Кириллу Мефодию, в патриархии был часовой обед. А, в Даниловом монастыре? В Даниловом монастыре, да, обед. И я имел даже честь дважды выступать там. Стол президиума, я сидел крайний, сидел крайний. И после этого, прощаясь, кланялись за руку, имел возможность поцеловать руку. У меня вот такое было отношение к нему, как к отцу. Как к отцу, да. Ушел Алексий. Я не знаю, проводят ли они такую сейчас традицию или нет. Обеды в день Кирилла и Мефодия, который делал Алексий. Ну, во всяком случае, меня туда не приглашают. У нас не было возможности такой, чтобы как-то поговорить. Хотя я его знаю как по Калининграду, знаю по Смоленску. Вы имеете в виду с патриархом Кирилла? Кирилла, да. Он жесткий. Очень такой. Лирики в нем нет. Человек величайшей грамоты. Он может на любую тему говорить. Время какое жесткое, видите, сейчас. Дальше. Я ему подошел, он был когда в Звездном городке. Я полностью отснял. Они освещали храм в Звездном городке. Я ему сказал, что вот мы сейчас втроем восстанавливаем храм. И мне нужен кто-то, кто бы, в общем-то, взял под себя опеку. То, что, ну, сделаем мы. А дальше-то что? Он дал команду. Потом эта команда дошла до Владимирского епископа. Я и туда ездил. Это про храм. Напомним, мы в предыдущих передачах говорили. Это храм, который на месте гибели Гагарина. Да, храм. На Владимировщине село, как называется. Свято-Андреевский приход. Новоселого. Свято-Андреевский приход. И вот сейчас вот мы вручали от Калашникова ему орден. Покойного, да. Да. И автомат Калашникова, чтобы он его благословил. Благословил. Я к нему подошел. Знаете, мы закончили с реставрацией. Подошли к росписи. Это я уже, я умею расписывать. Но там же есть каноны какие-то. Вы известный художник. Написали больше двухсот картин. И не только на космические темы. И даже, как я слышал, к иконописи подходили. Скажите, во-первых, интересно, как вы пришли к иконописи. Это все-таки отдельное искусство. Я имею в виду, что там готовятся и постятся, и как бы, в общем, проходят целую подготовку. А с другой стороны, у меня вопрос, а что из тех работ, которые вы за все это время сделали, вам самому больше всего нравится? Или вы считаете, что оно удалось, например? Ну вот, я где-то лет десять тому назад был в Японии. И меня они повезли в город Хеда, куда в 1852 году пристал русский корабль «Диана», на борту которой находился первый посол российский адмирал Путятин. Фрегат «Диана», установление дипломатических отношений с Россией. И когда он стоял, этот корабль на рейде, Симода, было извержение вулкана и, в общем, цунами, разрушило корабль и выбросило обломки на берег. Люди не погибли, но корабль погиб. И так он со своим экипажем, с дипкорпусом там остался, Путятин. Они решили из обломков построить корабль, шхуну. Строили, руководил постройкой капитан третьего ранга Можайский, тот, кто потом сделал первый самолет российский. Они построили эту шхуну, и на этой шхуне уже келевой, который назвали Хеда, ушли во Владивосток. Я свободно ходил по городу, зашел в замечательный музей, где стоят русские и японские матросы в обнимку, якорь от Дианы, там же кулинарная книга, рецепты, по которым кормили наших матросов, гравюры различные, одежда. И потом я вышел на брел на кладбище. И что же я увидел? Захоронение русских матросов. Каждая могилка в граните стоит рядом стела, на стеле на русском, в японском языке написано, что подведен краник с водой, стоит в ваза, и в вазе цветы. Каждому матросу. 200 лет прошло после этого. И какие две войны, которые, в общем, жестокие войны между нашими народами. Но матросская доброта, когда наши матросы спасали людей от гибели во время этого цунами, она осталась в памяти людей. Чтобы сохранить все, что связано с Путятиным, они в этом доме устроили молельню. Мы разделили дом на две половины. В той половине осталась кровать Путятина, письменный стол, черный набор, сапоги стоят. Вот Путятина. Так свято. Почему вы вспомнили об этом при разговоре о картинах? Вот так я иду к картинам. И я тогда решил найти чертежи этой фрегата Диана. И по чертежам восстановить его. И такелаж, и парус, все сделать. И я это сделал. Я сделал фрегат, выходит в Балтийское море, фрегат в Северном море. Это серия картин. Картины, да. Размер 50-80 на метр. Фрегат в Атлантическом океане, фрегат в Индийском океане, фрегат в Тихом океане, фрегат в Наймреде Симода, гибель Дианы, хеда, хеда у русского острова, хеда во Владивостоке. Вот я сделал целую серию этих картин. Они, это по чертежам, это подлинные вещи, получается. Как вас зацепило это Диана? Вот это меня так зацепило. Я, да вот у меня еще в морском сборнике, да и его берегу, вот этот адмирал Путиатин такой великий у нас был. И вся эта история, она меня так захлестнула, что я решил обо всем этом рассказать и довести до людей. Пусть знают, что это такое и как это было. Скажите, а из космических ваших картин что вам больше нравится? Из космических работ, пожалуй, я сделал серию полярного сияния в космосе. Я одновременно сделал полярное сияние в Заполярье, мученик святой Фока. То есть с земли. С седого, с седого на земле, когда они погибли. Шхуна, мученик святой Фока, затертый во льдах. Полярное сияние в виде российского флага. По цвету, по цвету. И тут же я делаю полярное сияние в космосе. То есть вот это вот диполь, как бы, так сказать, из двух. Отчего? Вот там, где Луна, там помимо зеленого, голубого цвета добавляется под Луной еще и красный цвет. Откуда он берется? А где Луны нет, сине-зеленые. Зелено-голубые, сполохи. Интересное очень явление. И в районе это, там, где не полностью ночь, а где в районе терминатора, это где чуть-чуть еще рассвет есть. Вот. Это интересное такое физическое явление, которое я описал. Алексей Архипович, я хотел еще спросить такую вещь. Ну, во-первых, а что, над чем вы сейчас работаете? Может быть, кистью или пером, так сказать, компьютером? Значит, у меня на следующий год есть две позиции, которые я должен реализовать и обозначить. Это под Иваново открытие завода 15 июля по производству теплопанелей. В прошлом году мы заложили его, был губернатор Мень, подписали документ, что 15 июля 2014 года мы открываем завод здесь в 15 часов по времени. Почему 15 июля сказал, это день старта корабля «Союз», и я приглашу Тома Стаффорда. Мы должны иметь здесь три кнопки. Одну кнопку нажмете «Вы, товарищ Мень», вторую, я и третью, Том Стаффорд. Губернатор уже другой, правда? Но он уже оттуда уехал, сейчас там другой, но все равно я ему отзвонил, сказал, вы все равно должны приехать. Но это панели для строительства дома, я так понимаю. Да, первая. Вторая программа. В Смоленске мы, я говорю как руководитель, не как космонавт, организовали хозяйство по производству чистого зерна. Подняли 5000 гектар, 3800 засеяли. Весной будем иметь 1200 коров и будем иметь молоко напрямую для Москвы. Вот 26 августа мы будем праздновать день первого коровая. Мы готовимся к этому. Нету хозяйства в Смоленской области такого. Вот это мы делаем в память Гагарина. Именно на его родине. Да, это часть. Скажите, а вы сейчас как... Сейчас у меня на стапелях стоит одна картина. Я хочу сделать серую. Я был... У меня в прошлом году родилась правнучка. Они живут в Роттердаме. Поздравляем. Да, я был на берегу Северного моря. Я видел необычное море. Это второе. Я уже один раз обращался к Северному морю. Там необычная вода из-за того, что оно мелкое и сильные ветры. Поэтому вода цвета сиены. Это коричневый оттенок такой. И воздух такой же. А когда солнце светит, то совсем другое впечатление. И чайки розовые. Так вот я вот сейчас на стапелях стоит большая картина. Я на переднем плане. У меня чайки спокойно. Потом прилив, вода и облака Северного моря не совсем другие, чем где-то. Совсем другие. Море, море. Василий Архипович, и можно последний такой вопрос? Ну, точнее, не последний, а крайний. Я знаю, что последний никто не любит слово. Вам снятся иногда космические сны? Я имею в виду, что, может быть, вы в этой бездне как бы опять плаваете. Знаете, мне долго очень снилось, что я иду на перехват. Вот. Перед тем, как стать космонавтом, я был боевым летчиком. И вот это как раз период времени, 60-е годы, когда мы сидели и дежурили, когда они запускали воздушные шары, и мы их сбивали. Вот это до сих пор, что я иду на перехват. И потом меня вызывает другой сон, что ты должен завтра лететь, потому что я долгое время был еще дежурным космонавтом безопасности. На случай, если что-то случится, я должен был подняться и забрать оттуда людей. Вот это мне снится. Завтра ты полетишь. Я говорю, да я не знаю программы. Я не видел этого корабля, ничего, у тебя ночь. Вот это часто снится. Я просыпаюсь, думаю, это невозможно. Я же не сумею подготовиться. Алексей Архивович, мы хотим поздравить Вас с наступающим юбилеем Вашим, 80-летием уже. Вот, так сказать, столько же было бы в этом году Гагарину, собственно говоря. Мы Вам желаем творческих успехов, здоровья крепкого. Естественно, исполнения каких-то Ваших замыслов во всех сферах. От каравая первого и строительства, так сказать, до книг, картин. И ангел-хранителей, приближения к Богу, естественно. Я послезавтра буду проводить оргкомитет заключительный, посвященный юбилею Гагарина. Буду слушать всех. Это будет уже третий оргкомитет. Я буду слушать выполнение задачек, решения которых я им раздавал еще год тому назад. Огромное Вам спасибо за всю Вашу жизнь. Живите подольше. Будем стараться. Субтитры создавал DimaTorzok